попросила мужа помоги мне потому что я там жар и греники мне там все горит хотела ему объяснить как нужно сделать могут я все знаю я все знаю я видел как ты делала я все видел как ты делала ослышился же и не царапайте конечно нельзя царапать вы что ну царапать не надо выходите как-то по-другому из вашего положения иногда надо жену просто минутку послушать как как объяснить как показать понимаешь не надо не надо я все знаю иди своими делами занимайся да я знаю на так вот на ошибках мы и учимся своих но хорошо было себе на чужих получился бы вот на моих я тебя объяснила бы а я вот тут детям готовлю греники сейчас несколько порций пожарой второй раз уже немного лучше да сейчас будем кушать сейчас чаек вам еще сделаем эдик подожди подожди все сейчас еще греники мама сделай чай вареничка какой-то второй лучше еще раз рано тимур еще рано вышли укрутила что да я укрутила 8 делаешь а я 7 сделал надо я больше не один еще до веночка мы проснулись на сегодня выходной день до школа нету и еще детки трое у бабы до остались гостях каждый год последний понедельник мая в америке праздник день памяти и отдыхают в основном все мы с родными хотели встретиться и пообщаться в парке но мой братишка витя пригласил к себе домой так как в это время все парки забиты людьми которые отдыхают у них большая земля и у них очень красиво лучше всякого парка но к сожалению я пока вам не могу показать всей этой красоты наши детки взяли с собой котенка чтобы он тоже побыл на этой природе и дали задание папе чтобы тот с ним нянчился на эти выходные к Саше с Дашей приехали гости из Портленда к сожалению я их тоже не могла заснять так как не знала как они будут на это реагировать но в принципе наш день прошел очень хорошо мы отдохнули хорошо и вкусно наелись вкусных шашлыков пообщались и уже вечером поехали домой и кстати погода в этот день была очень замечательная взрослые спокойно сидели общались а братишки готовили шашлык и вот тут что-то случилось очень интересное и меня позвали говорят марина пропадает отличный контент беги сюда это уж это гадюка непонятно ну похоже что уж но ярко большая змея вот здесь хотела птенцов съесть представляете 4 птенца и нашли здесь эту змею не видно мальчики видели птенчиков мальчики мальчики берите себе на свои давайте это надо уйдем ротик открывают голодные птенчики 5 да если 4 5 5 мы были с детками в магазине ты не поехал мы с тобой вообще замучились потому что мы так это кофточка купил за 8 долларов себе для дома носить алиночка покажи белый который мы тебе купили и сколько на 100 3 доллара до 7 за 7 но алина ты смотри по скидке 349 неделя стоило 7 до так потом я купила вот такой вот контейнер да у нас есть как он не нравится что здесь она мне нравится что этот контейнер прозрачный когда блинчики фарширую вот до складываю и холодильник удобный потом сюда можно что-то еще положить наверх в общем контейнер вот этими более-менее всех удобно это стоит 6,99 да кажется нет 7,99 он высокий а это вообще для фруктов можно фрукты помыть и хранить в холодильнике в общем много применений это мы купили от служителей в туалет раньше покупала такие стреи а сейчас и дети за пару дней там просто все сдували и еще плюс такое вон стояло да адрина любит уйти в туалет и пшикать а этот теперь наверх на шкафчик доставать никто не будет так это будильник за 6,99 это для бабы баба просила такой будильник да настоящий такой старинный да нет баба джон баба джон тебя баба научила баба джон творить или буа джон бабе джон бабе джон тебя баба джон учит звездом языку я баба джон а ты баба джон ты одели на джон ты асал эм асал эм сладкая джон эм а это мама себе купила для красоты маски закончились у меня люблю покупать чтобы был запас по 5 штук стоит по 3,99 а эти купила по скидке 2,79 а что это здесь немножко упаковка порвана но там внутри все целенькое вот все закрыто а дальше Аделиночке купила сюрприз какой сейчас доча доставай сюрпризы Ребочка доставай здесь сумочка у нас есть доставай потихоньку что у нас там еще есть вот Аделиночке будем заниматься это что это книжка это книжка будем учить писать цифры да вот такой здесь маркер сразу и будем с тобой учиться считать вот маркер да и сразу будешь писать да это такие книжки которые можно потом стирать да а вот ковка а вот басик да правильно а это какая цифра дочь а нет цифра 1 а это 2 а это 3 посчитай сколько здесь пингвинчиков 3 нет посчитай пальчик поставь и считай 1 сколько значит значит 4 да у нас получается да а здесь сколько тигренков 1 а здесь сколько кисок 5 а как ну посчитай как 5 получилось 1 2 а сколько здесь кисок 2 ну давай считаем 1 нет вот киса считай один значит сколько она черная да она черная а это какой цвет а это какой цвет а это желтый хорошо мы разобрались давай покажем вот так вот она выглядит эта книжка купила я в россии эти покупки в россии были это бакса в роксе это сборник она это тоже сборник на маски и книжки сроса и стоит недорого стоит 5 долларов вот будем с ней заниматься дальше и еще как мама взяла книжку вот буковки учить английские да это наверно больше сейчас будет а виниру с берегом заниматься сначала а потом тебе оставить это розовый цвета буква бит и у тебя розовый берег получается с уроками сынок чего нет ты устал поехал с нами до в магазин догулялись да давай сыночка пока не сделаешь ты не будешь идти спать так и давай дальше девочка дальше сюрприз не закончился для аделиночки аделиночка посмотри какие книжки красивые мама тебе купила 3 это опять будем учить цифры эти книжки стоят по 4 доллара на паспице 3 давай давай покажем давай это кто у нас это кто это baby это маленький олененок смотри какая красивая картинка доча будем с тобой читать да это кто это мама да а это это ее девичка а давай эту посмотрим это про кого у нас будет раздать это про зайчиков будет открывай какие-то внутри картинки посмотрим покажи какие красивые картинки это луна а это что в это что доча что это так много что это звездочки это зайчонок они уложили девичку спада будем читать да да все закрывай закрываем вот так вот посмотрим эти красивые да будем с тобой читать да мама тебе будет на русский переводишь и ты понимала да вот красиво а вот это снова цифры снова цифры покажи какие давай это какая цифра видишь это что у нас нарисовано сколько их а это какая цифра а это что у нас нарисовано написано что-то яйца двоица до придумали что а это у нас что и что это написано что это оранж апельсин а ты это знаешь что такое что это вот это что да да нас донат ты забыла это все прочитал кей все будем учить да так там и там было что еще верина нет вот такую штучку купила чтобы 299 убирать хвостики от клубники не знаю сколько эффективно насколько эффективно и счет берега купила на 6 лет рубашку на собрание за 8,99 материал хороший он не будет смяться это сладко что косина для алиночки наши залины что повещение и она стоит у нас 14 долларов вот такой вот красивый так что вот такие у нас покупки там уже готовить с днем рождения сейчас я буду подготавливаться на день рождения кого анджелины так что мамы сейчас время пол одиннадцатого маме еще совсем не светит спать туда что купить часы зачем тебе часы смотри когда ты пойдешь в школу потом тебе куплю часы хорошо тебе часы нужны а еще фломастер докупили тебе его да все адрена у тебя работы много так что смотри книжки и пожалуйста очень красиво смотри ладно и наверх отнесешь свою комнату положи свою полочку ладно ну-ка спой снова снова спой давай 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 снова ты спой сама одна, давай. На меня смотри. Молодец. Про весну пела, да? Да. И хотелось бы знать, ах, какая она, та весна, что искупленных ждёт. Авенир, вот так вот мы сегодня поздно делаем уроки, да? Потому что пришли со школы, поели, бегом поехали к логопеду. Они поехали со мной, Дерек Авенир, потом в трёх магазинах побывали, но в четырёх. В четырёх побывали, да. Мама, а у тебя меня не тяги. Так, доченька. Мама, мне пришло своё. Спасибо, мама, теперь я куплю подарки. Что ты говоришь, Дотя? Подарки. Ты меня благодаришь, да? Мама, это стойка. Это клубнички, хвостик убирать. Ты такая у меня благодарная девочка, да? Спасибо, мама. Только ты будешь хорошо хранить, да, свои вещи? Да, мама. Пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok Кому вот интересно, вот такие в Америке продают банки. Вот, не вижу больших. А, вот они большие. Вот большие, которые вмещают литр 800. Это стандартные, которые я покупаю за кратандёры огурцы. И сейчас впервые я увидела банку на 3 литра. Около 4 литров, это 1 каллон. 3 700 стоит. 1 банка, 17,50 почти. Представляете? Это же очень дорого, чтобы закупить такие банки для компота. Это очень дорого. Допустим, вот здесь 6 штук. И здесь не вижу цены. Ну, может быть 16 долларов, может быть 14. Представляете, какая разница, если покупать такую одну. Так что вот такие у нас дела. С банками. Всякие разные размеры. Здесь вот так вот крышечки покупаем отдельно. Вот эти вот вкладыши внутренние. Получается, что крышка состоит из двух частей. Вот ободок и сама крышка. То бывает, что ободки остаются хорошими. И приходится только внутренние крышки. Вот цены тоже. Сколько здесь? 12 таких внутренних. Стоит 5 долларов. Так что да, не так-то дешево. Здесь в Америке что-то шить для себя. Или что-то закрывать. Ну, эти банки же много раз. Покупили один раз и уже закрываем. Всякие разные хорошенькие маленькие баночки. Друзья мои, я сегодня была в Walmart. Не удержалась, зашла. Хотя говорила, что больше не буду заходить за цветами. Знаете, цветочная болезнь прошла. Но появилась цветочная зависимость. Купила я вот эти себе цветочки. Все-таки жалко, что их не было раньше. Называется салвия. Многолетний. Мне кажется, что это семейство лавандовых. Но это не как лаванда. Здесь такой более темный, насыщенный цвет. И листва очень такая темно-зеленая, красивая. В общем, отчет по цветам. Еле-еле растем. Вроде бы живые. Это не знаю. Не смейтесь. Не знаю, что надо. Толком не растем. Хотя петунки вроде бы принялись. Ладно, рано смеяться. Попозже посмотрим. Все-таки погода себе дает знать. А я иду, чтобы показать вам вот эту вот салвию или лаванду. Наверное, это все-таки не лаванда. У лаванды более листва такая светлая. Это другой сорт салвии. Видите, здесь цветочки сиреневые. Наверное, надо отсту выкопать, потому что здесь слишком тяжело расти этому кусту. Да, может быть, на следующий год пересажу. Здесь уже никакие цветы не пойдут, потому что здесь сирень. Кусты надо, наверное, обрезать уже. А почему я купила эти салвии? Я подумала, что они бы хорошо смотрелись на вот этой вот моей дорожке. Вместо этих. Это вот большие красивые кусты. Ну, сейчас, не знаю, буду думать. Выкапывать уже не хочется, потому что видно, что эти уже принялись. Уже немного растут, ожили. Посмотрим. Может быть, пока я эту салвию, это временно посажу. А если на следующий год эти не вырастут цветочки. Кто-то мне сказал из подписчиков, что вот это вот многолетки. Сколько раз я их и покупаю, ни разу они у меня не принимались. Попробую в этом году посоветовали укрыть листьями или еще чем-то. Они очень красивые. Мне что нравятся? Вот эти вот. И вот эти. Они цветут до заморозков. Мне нужны вот такие именно цветы. Смотрите, как же красиво они смотрятся здесь. Кстати, я купила себе еще один такой горшок для семян, чтобы был третий. Вот там у меня уже есть два. И сейчас посею сюда редис, наверное. А неудобно. Редиска выросла, укроп вырос. Редиска убрал и сразу посеял другой. И не нужно много земли и места. Вот, смотрите, как уже разрастается постепенно вот этот вот горшочек. Смотрите, как вот этот горшочек разрастается уже. Такие-то эти красивые цветы. Смотрите, какая красота. А этому не знаю, что надо. Это тоже погибает, как будто бы. Это тоже как будто погибает и не погибает. Вроде бы что-то есть здесь. Не знаю, почему такая большая разница с тем. Не могу понять. Постепенно в кашпо тоже, смотрите. И здесь тоже один. Вот не знаю, что надо. Смотрите, с одного горшочка посадила. В одно время поливается. А какие-то вот проблемки. Так, а это не знаю, что выросло. Какой-то цветок. Ну, знаете, как он вырос? Он вырос семенами. Я подумала, что это петуня. Потому что мне кажется, здесь были петуни. А вырос какой-то цветок. Я даже не знаю, что за цветок. Но надо будет, наверное, отсюда пересадить. Куда-нибудь в другую клумбу. Потому что здесь ему будет не очень хорошо. Вераньки себя чувствуют хорошо. Это тоже потихоньку разрастается. Будет тоже красивый. Чем мне нравятся эти цветы? Тем, что они все лето цветут. И так, друзья, я уже с вами делилась, что мне в этом году с огурцами как-то не везет. Это первые семена, первые, которые я замочила. Потом забыла замочить их, подлить водички. Корни подсохли. Но все-таки я потом подлила воды. Посадила сюда на всякий случай. Не стала рисковать, чтобы землю. Вроде какая-то жизнь появляется. Но я была не уверена. Замочила другие семена. И посеяла сюда. В общем, теперь что у меня получается? Получается, что когда я говорила, что не везет мне с огурцами, ко мне звонит одна сестричка из нашей церкви. И предлагает мне вот что. Смотрите. Посмотрите. Ну где? Вот там вот, да? Когда там будет неизвестно. И смотрите, какая рассада. Какие уже огурчики большие. И я их досажу наконец-то в ту свою клумбу, в которую не досадила. Вот, спасибо большое этой сестре. Пусть Бог благословит и воздаст за ее доброту и внимание к нам. А вот что будет с этим делать, не знаю. Сажать определенно некуда. Еще здесь подрастают помидорки. Там помидорки. А там столько огурцов выйдет. Я не знаю, друзья. Если кому-то вдруг надо поздние огурчики, я могу поделиться вам с рассадой. Кстати, семена очень хорошие. Непростые семена. До того, как поехать к сестре за рассадой, я ходила, бродила и думаю, что-то огорода мне как-то маловато кажется. Ну вот горшки там стоят, да? Вот думаю, 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 может быть мне взять и взять и так вот продлить. Еще здесь три грядки сделать вот такие вот. До вот этого столба. Думала, думала. И раздумала. Во-первых, это опять растраты. Это опять нужно ждать. Мужа, пока он освободится. Это надо бы траву всю убирать. Короче. А я все-таки мечтаю о другом доме. Чтобы было там побольше земли. Чтобы сделать такой оригинальный, продуманный огород. Вот. А вчера побыла у той сестры. Посмотрела, какие у них там огороды. Какие у них там классные теплицы. То мои там рядом не стояли. Так что и земля такая хорошая, удобренная. Все как на дрожжах растет. Вот клубничка, смотрите, поспевает. Она, правда, болеет. Вот надо мне ее почистить, поубирать все. Добраться сюда. И вот клубничка есть. Все равно плоды есть. Но некоторая болеет. А этот куст однажды купила, наверное, в магазине. Уже какой год я его пересаживаю. Какой год я жду от него плоды. Но листва красивые. Посмотрите. Посмотрите на эту листву. И посмотрите на эту листву. И жалко выкидывать. Жалко выкидывать. Не знаю, что мне здесь клубники надо. В общем, подсыхает ягодка, подсыхает. Печально. Малинку вчера пособирала, тоже поела. Тоже плоховато, похоже ей. Не знаю. Земля мокрая. Все поливается. Я дополнительно еще поливаю. Но может быть то, что на первый год еще принимается. Этот вроде бы как хороший кустик. Но цветов нет на ней. А там, где цветы и плоды, то листики такие вот мелкие. Ладно. Не будем сетовать. У нас тоже все неплохо. Потихоньку будем работать и улучшать. Все, свалим на непогоду. Холодный ветер, особенно по ночам. Скоро-скоро рассветут лилии. Не знаю, почему. Вот этот именно куст. Не видно, чтобы они сами упали. Видно, что кто-то сбил. Жалко. Танюш, хотела тебе показать. Вот эта маленькая гортензия, которая мне дала маленький корень. Вот, видишь, помидоры еще вылились. Вот, смотри. Ничего растет. Посадила сюда. Думаю, что здесь у тебя там растут и на солнце, и мороз выдерживают. Надеюсь, что ей будет здесь хорошо. Эти, я не знаю, что за цветы. Семена были какие-то у меня долго лежали. Я взяла их, посеяла. А потом вот так вот рассадила по этой клумбе. Не знаю, что за будут цветы. Но что-то будет. Тань, вот твоя примула тоже с клубникой, смотри. Вот ты выкопала. У тебя там клубника везде заросла. Только здесь у нас есть клубника. Уже думаю, ладно, не буду трогать. Пусть здесь тоже будет клубничка, она такая хорошая. А потом, может быть, осенью рассажу здесь все, разделю. Не помню, какие у нас здесь лилии. Подождем, узнаем. Разбитое сердце обрезало. Вот новенькая листва пошла. Ну, цвести вряд ли будет уже. И вот все-таки я решила, что вот этот вот персик, неудачный какой-то, непонятный, кривой и полусухой, а даст свои плоды. Здесь все-таки есть какие-то плоды. Вот есть вот сухие. Вот есть те, которые... Вот есть плоды. И осенью я его попрошу мужа, чтобы он убрал это дерево. Оно здесь, в принципе, неудобно мешается. Ну, потому что здесь грядка незапланированная появилась. То уберем. Вот. А это вишня. Вроде бы дала плоды. Покупала в Коско. Не знаю. Мне кажется, она такая будет небольшая. Кустообразная. Ну, посмотрим. Яблоко в этом году решила отдохнуть. Черешня. Усыпана вроде бы. Смотрите. Усыпана много урожая, но она подмерзла. Видите, как листья. Листьям плохо. Вот это все листья, которые лежат сейчас на траве, они все опали. И они подмерзшие. Ну, естественно, мы эту черешню не едим, потому что она у нас червивая каждый год. Видите, как листья. То ли подмерзли, то ли что с ними. Не знаю. Это первый год такой. Первый. Жаль. Надо было, конечно, его от начала сразу подрезать. Сделать ему форму. Ну. Его просто уже здесь держу, как тень для детей. А так оно бесполезно. Убирать? Не знаю. Может быть, тоже уберем. Эти яблоки хорошие. Надо вот, наверное, обрезку красивую, хорошую сделать. Так, друзья, смотрите, как хорошо принялись вот эти вот помидорки. Прям так они хорошо пошли. Видно, что такие прям мощные, набирают рост. Вот. И здесь уже надо будет прийти, обрывать пасынки. Хорошо еще их подтянуть. Ой, что такое черное здесь оказалось? Ой. Уже мамина место занимают. Уже гараж отдала. Уже... Я уже там все отдала. Уже, смотрю, сюда поставили. Вот, ребятушки, горлятушки. Как же не там теперь проходить, а? И вот огурцы. Наверное, возьмусь сегодня и сделаю им маленькую тепличку. Хотя просто клеенка обмонтаю, потому что тяжело им расти. Холодно. Сейчас высажу те огурчики. И чтобы их сохранить, я все-таки сейчас возьмусь. Сейчас мне нужно будет оборвать этот укроп весь. Смотрите, он как вырос по всей грядке. Бархатцы так хорошо принялись. Нет, вы посмотрите. Я просто удивляюсь. Как они сюда еще занесли? С какой стороны? С этой? Или с той? Ну, дают, а? Сегодня на обед я заготовила жареный японский рис. Рис крупный. Не крупный, а длиннозерный. Это басмати. Обычно мой муж пользует его на плов, но у меня не было. Подешевле прошлось этот. И еще сегодня я сделала, засняла рецепт, видеорецепт бананового. Бананового кекса. Старшие пока кушают, пришли. Сейчас будем ждать младших. Меня просили побольше снимать наших работающих сыновей. Это вот первая машина, которую автурчик выиграл на Копорте. Есть такой у нас Копорт, биты машины. То он немного проездил на ней, и у него полетел мотор. То он поехал в Хорнанд, купил новый мотор себе. Ну никак, не новая, а с другой машиной, рабочей. Сам поставил, сам все сделал. В общем, не знаю, зачем он ее привез. Она на клочке, не автомат. И вот в помощь идут всегда мамины клумбы. С мамины клумб эти кирпичики. Мы только приехали. Бампер снял. Очень низкая машина, Тимур. Это же не наш процеп, да? Это от Олика? Это от Олика. А что, Толик, у тебя нет второго съезда железного? Нет. Мы были в церкви. Сегодня 1 июня. В церкви сделали такой этот филддей. Семейный день такой. Детям фан. Родителям готовили еду. В общем, ели, общались. Так хорошо времени провели. Я ничего не снимала. Я уже даже боюсь для себя снимать. Что-нибудь снимать для себя, потому что, чтобы людей не пугать, чтобы от меня не шарахтались. Как-то так. Аделина, как тебе? Хорошо прыгать? Смотрите, потихоньку. Потихоньку наши цветочки разрастаются. Танюш, вот ты спрашивала. Да, это твои. Я не покупала. Это вот имидолай, эти кустики. Посмотри, какой шикарный вообще. Такая красота. Он только украшает горшок. А здесь петуньки уже хорошо пошли. А этот кустик, смотри, оказывается, он цветет. Зацвел. Так красиво. Вот немножко не знаю, что с ним подсыхает. Но зато петуньи красиво. Скоро-скоро. И это будет очень красивый вазон. У соседей смотрите, какие желтые лилии. Такая красота. Вот они каждый год расцветают. Ну что, Тимур, как тебе на такой машинке? Все работает. А туру проблему решил. На Тику не похоже? Тимур, на Тику не похоже? Побольше, чем Тику? Это на туру помыть надо. Помнишь, Тимур, свою первую машину Тику? Помню. Как у него марка еще называлась? Как? Даева или как? Дейво, да. Дейво? Да. Такая машина была. Кто в Азбекистане живет, он знает, что такая корейская. У нас на то время эти машины очень оправдали себя. Да? Оно по безопасности слабое. Консервная банка. Подожди, я сейчас. Да. Так что у нас была первая машина Тику. И за какой такой? Маленькая такая, компактная. Ну, какие ощущения? Ты хочешь поехать? И что? Проблема решилась? На скорость. Соскучился за этим клочом? Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Ну, ты так не к теме сказала. Хорошо хоть есть им чем-то заняться, чтобы не бездельничали. А вот так вот занимаются вот такими вот хорошими делами. Ремонтируют машины. Сами все делают. Это лучше, чем сидеть в телефоне. Покажу вам еще тут нашу красоту. Вот они. Вот они. С близким планом. Смотрите, какая красота. Приехали. Папа прокатался. Все, проблему решил. Нет, надо же ему столько. Ну, и в конце этого дня я еду за моими девочками. Дорога не близкая. От моего дома ехать 25 минут. Мои дети очень любят ездить к ним в гости, так как у них очень большая земля, просто раздолье. И еще самое главное, что у них есть собственное озеро, где дети могут купаться. Вот так вот их дом расположен в фермерской зоне. Кругом поля. Подальше от всех людей и от всех взглядов. Это в самый раз для большой семьи. Так как некоторые люди сейчас очень злые и завистливые. Друзья, если вы хотите подробнее увидеть и узнать, что находится в этом доме, вы можете зайти в плейлист под названием «Семейные влоги». и найти там влог под номером 37 и 57. А я постараюсь в описании к этому видео оставить ссылки на эти ролики. Я думаю, что нашим новым подписчикам будет очень интересно увидеть. Друзья мои, а всех тех, кто оставляет нам добрые пожелания, кто поддерживает наш канал, мы вас сердечно благодарим. Статистика Ютуба говорит, что чем больше подписчики возвращаются к старым или новым видео, тем быстрее канал наш развивается. «Семейные влоги» подписчикам «Семейные влоги» Продолжение следует...